Убийство в зоне АТО. Один из украинских военных подстрелил сослуживцем. Тот скончался в больнице. В штабе заявляют, что виной всему неосторожное обращение с оружием, а в военной прокуратуре считают, что стрелявший был пьян. Еще один боец погиб в результате вражеского обстрела. Четверо ранены. С начала суток боевики открывали огонь уже девять раз. Били по всей линии фронта. Продолжит наш военкор Ирина Баглай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Столько вражеских мин разорвалось во дворе и вокруг дома Любови Александровны всего за несколько часов. Викна рядом в нашем доме, в Раджевске побыли. Викна, крыша побыта, соседа побыта. Для тех, кто живет по улице Мира в Луганском, это далеко не первый обстрел боевиков. Третий год люди только и успевают отстраиваться. Вот с угол сарая выбитый, крыша побыта была. Вот тут собачья будка, там была же на городе. Поэтому уже наученные только слышат разрыв сразу в укрытие. В подвале была, где я была. Всегда обосики сидели, часа два, три сидели. С пенсией чуть больше тысячи гривен. Для семьи одно спасение, кормилица корова. Вот только ее во время вражеских обстрелов в подвале не укроешь. Приход был с той стороны, это со стороны Дебальцева. Мы можем это видеть по насыпи земли. 120 миллиметров калибр, два кучных прихода. Это украинские позиции перед селом. По характеру разрывов наши солдаты четко определяют. Российские наемники били прицельно, зная, куда целятся. Начали с традиционной стрелкового оружия. Из пулеметов крупных. Начали, ну, они, видно, позиции выпаливали, где какие, боем проверяли. Начали ответку давать и полетели минометы работать. Главное, быстро их успокоить. Если молчать, то есть они будут кошмарить, кошмарить, кошмарить. Чтобы прекратить вражеский обстрел, нашим бойцам под плотным минометным огнем приходится выявлять огневые точки боевиков. Постоянно меняются позиции, потому что с одной точки сразу начинает в ответ работать наша артиллерия. Ищут, откуда бьет их артиллерия, то есть накрывают их сразу в ответ. В то же время, под пристальным вниманием и тропы, ведущие к нашим позициям. Рвы и балки – удобная местность для подхода штурмовиков противника. Возможен факт диверсионных групп. Ну, когда в это время начинается обстрел, ну, глупо кажется, да, в случае обстрела еще можно что-то наблюдать. А именно в это время и надо наблюдать. Вот и этой ночью наши военные зафиксировали две разведгруппы противника. Две группы. Одна группа – три человека, другая группа – два человека. Работали где-то обычно под утро. Все люди, естественно, техника в основном. Не умолкает артиллерия боевиков и днем на Светлодарской дуге. По соседней позиции час они били из минометов. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Сергей Байдало из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер».